Помилуй нас. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 9 по 10 стихи. Когда же шли они возвестить ученикам Его, Исей Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Толкование Блаженного Феофилакта. Господь возглашает женам, радуйтесь, так как женский пол осужден был на скорбь. То Господь воскресением Своим доставил женскому полу радость и благословил жен. Впрочем, некоторые говорят, что они намеренно ухватились за ноги Его, чтобы удостовериться, действительно ли Он воскрес. И не мечтали это, или не дух ли, а они думали было, что это дух. Итак, в этот раз обе Марии прикоснулись к ногам Его. Если же Иоанн говорит, что Мария Магдалина, хотя и пыталась прикоснуться, но не была допущена, то это было потому, что она хотела всегда пребывать с Ним так же, как и прежде. Или лучше, она потому не допущена была прикоснуться ко Христу, что это было излишне. Ибо после того, как она по сказанию Матфея уже прикоснулась к ногам Его, что была за нужда прикасаться в другой раз. И поэтому, как желающая излишнего, она не допускается. Все толкование. Видите, толкование, вот то, что дается сейчас. Блаженного Феофилакта, он совершенно неизвестен был народу. Даже сейчас мало известно. У меня близкий знакомый есть, Санаров. У него после крещения имени Никита Виктор Александрович. Замечательный человек. Он имеет свой магазин с итальянскими товарами от Армандо Никитина 53 напротив администрации Центрального района города Барнаула. И он мне помогал в издании книг, как спонсировал. Переиздание Нового Завета, я ему безмерно благодарен. Но, когда первые книги вышли через его магазин, у него отдельная комната для продажи книг. А там дальше ладан, там инструменты вверху, два этажа у него в магазине. А внизу здесь он сидит, там разные, ну что для церкви нужно, атрибутика разная. Там еле, все продает он. Я захожу, он книги, говорит, никто не берет книги. Они лежат, он их задвинул в дальний конец, тут свои книжки стоят. А мои книги вообще там даже и не видать их. Ну полка с полкой сходится, и бывает такая мертвая зона на нее. Заходит, девчонка одна набирает, тоже там смотрит, ладан там вот такое вот все. Я ей говорю, в другое помещение, зайди сюда. Она зашла, я говорю, а вы вот здесь смотрели? Нет. А вот эта книга, которая отвечает, как надо жить, отвечает на вопрос. Она уже набрала охапку всего, рассчитывается. Она мигом все это скинула ему, подошла к книге, набрала целую охапку. У нее деньги есть. Еще другой заходит, я зашел. И сколько покупателей было, они все сразу книги стали брать, наши книги. А до этого никто не берет, и он не препятствует. Нет. Но на первом месте, конечно, у продавца что? Да хвот, это магазин для содержания семьи. Я не обвиняю, отнюдь. Но можешь же это сказать-то, что книги необычные, которые показывают все наши недостатки. Как выйти из этого положения? На люди набирают что? Вот вышла книга. Ну, конечно, кто это? Старчество в годы гонения. Ну, а это книга. Вот эту они возьмут. Старчество. Это православное. Ну, дальше что здесь? Вот все здесь. Шрифт хороший. Все. Все. Фотографии. Ну, просто замечательная книга. Старчество. Вот она где. Они эти книги берут. Вторая книга. Ну, а слове Божьем, конечно, ни слова здесь нет. Второе. Это зарубежность. Это смысл и значение православно-христианского тут ежедневного богослужения. Где это издано? Ну, это Москва уже издала. Это перепечатано от зарубежного. Это у меня книги в таком состоянии. У меня был пожар. Все сгорело, а книги остались. И вот они задымленные оказались. Ну, и перепечатано это от зарубежного. Это я так взял на вывод. Теперь. Что такое? Оптинские старцы. Это целая книжка. Вот они, оптинские старцы. Их житие. Как они жили. Как они спасались. Как они от людей спрятались. Они святые. Я признаю. Ну, другого здесь и нет. Как они удалились от мира. Жили за стенами монастыря. К ним приезжали. Они исцеляли. Чудотворство делали. Узнавали имя, когда человек подходит. Людей это сильно трогало. Человек подходит. Он говорит о домашних его делах. Да Ванга все рассказывала. Ну, не от Бога же это. И вот. Ну, у меня так всякие книги есть. У меня и католические, и сектанские, и мусульманские. Я беру самые добрые. И вот я для сравнения беру маленькая книжечка. Ну, не книжечка. Даже назвать-то ее книжечкой никак нельзя. Тут сколько у нее? Я даже не вижу цифры. 58 или сколько? 55. 55 страничек. Смотри, как она называется. Это сектанская. Такая новая секта. Не баптисты. Новая жизнь. У нас тут Павловский район. У них газета районная. Новая жизнь. Любые два слова или одно возьмут. Все. Церковь Христа. Они никакого отношения к церкви не имеют. Это еретики. Но давайте посмотрим, о чем они говорят. Вот они, содержание. Прочитай содержание хотя бы. Посмотри. Введение. Рекомендации по изучению. План чтения Библии. Библия. План Библии. Все здесь. Рекомендации по изучению Библии. Здесь то, что я показываю книги. И покажи, Владимир, там на полках. Вчера я показывал. Какие толстые книги. Толстые. А не по листам. По 600 листов. Это 1200 страниц. Там не по страницам раньше было. Книги. И все о том, как правильно молиться. То есть не своими словами говорить. Обязательно призывание святых. Вот такому святому, такому. Как будто одного было бы недостаточно. Или всех сразу. Нет. Вот по одному. На исход души. Да человек уже умирает. Уже в агонии. Летальный исход. Но, несмотря на это, эпикрис уже вошел. Все. Мотор отказал. Сейчас он взорвется на кукурузном поле. Но все листики именно этим. Что должен сказать священник. Что диакон. Как выйти. Где есть. Ни одного слова библейского нету буквально. И при том, ну, самая известная книга это псалтырь. Псалтырь там есть. Но никакого толкования нет. Только как читать псалтырь. Псалтырь и псалтырь. Я тоже читаю псалтырь. Но есть же Зигабена толкования. Пятый том Иоанна Златоуста. Ну, хотя бы. Ну, молитву-то очень нашу. Можно научить людей-то. Но она же там есть. Она искаженная. Ни одну молитву так не искажает. Да она молитва там, можно сказать, одна только такая. Миряне считает. Как? Избавь нас от лукавого. Точка. Притом считает по версии Матфея, не Луки. Ну, там же у нас два варианта молитвы, отче наш. Только один. По-другому начинаешь считать? Это неправильно. Ну, как неправильно, когда в Евангелии написано? Только по Матфею. Мне ни один священник, ни один епископ не мог объяснить, почему Матфей предпочтен перед Лукою. Почему? Прости наши долги. Долги или грехи. Ну, это долги есть, грехи нет. Только Матфея. Ну, по Матфею давайте договорились. Ну, дальше. Ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Нет этого. Я еще не встретил ни одного мирянина, который эти слова считает. Ни одного за 50 лет. Я знаю, тут один был у каменского священника Владимира, отец Корнилий. И он на этом настаивал. А сын ему, да неправильно, папа. Как неправильно, когда тут слова написаны. А если священник считает, все священники одинаково считают. Ибо твое есть царство и сила, там, слава Отца и Сына и Святого Духа. Отца и Сына и Святого Духа откуда взяли-то? Ну, я не против. Ну, нет их здесь. А кто добавит? Значит, священники это фарисеи добавляют. Они нас просто заставляют думать, что они добавляют. Я говорю, нет этого. У меня брат священник. Я говорю, читай, избави нас от лукавого. Даши, читай, как. Он сразу остановился. Там он с разгона-то читает. Богослужение, кадила. А в частном порядке остановился и долго. Даши читает. Я говорю, ну ты считай. Серьезно, сравнивай со Словом Божьим. Где тут Отца и Сына и Святого Духа? Это Аарий перепугал их. Он отрисал Троицу. Равно честность Сына с Отцом и Духа Святого-то. И они теперь вкрапляли Отца и Сына и Святого Духа, где надо и не надо. К месту, не к месту. Это говорит о том, что мы не изучаем Библию. Вот заголовки. Смотри. А мы, как саддуки и миряне, убавляем. Нет этого. И поэтому эти слова не... И во твоей царство, и силы, и слава во веки. А почему не во веки веков? Мне рассуждать не надо. Так написано. Я говорил вчера, сколько раз встречается. Вот здесь вот бумажка моя. Дай-ка, вот на этом столе. С записями. Посмотри, там вторая бумажка. Вот я ее сейчас засчитаю. Потому что вчера я немножко тут ошибся. Во веки веков встречается 26 раз в полной Библии. Во веки веков. Из них 14 раз больше половины в апокалипсисе. Вот. А всего во всей Библии во веки 95. 95 во веки. А во веки веков 26. Почему столько и так? Не знаю. Я пытался сравнивать одно место с другим. Не знаю. Значит, Бог оставил это так. И надо нам так и принять. И вот теперь смотри. Какие заголовки, оглавления. Занятие первое. Божий план спасения. Ветхие и новые заветы. Все. У православных нет за тысячу лет ни одной книги такой. А это сектанты, еретики. Приехали из-за рубежа. Они там пляшут харизматы. Подпрыгивают там. Ну, давайте не на это смотреть. А то, как они заботятся о людях, чтобы люди знали волю Божию. Дальше. Занятие второе. Слово Божье. Опять? Опять Слово Божье. Как они не будут знать его? Потом. Третье занятие. Иисус Христос. Хорошо. Ну, знаете, кто такой Христос? Притом только по Библии. Вот тебе новая жизнь начнется тогда. Ты получишь рождение свыше. У православных нет этого. У католиков нет этого. Ну, должны мы это сказать или нет? То есть, сектанты-то последние пришли. Они только образовались и стали первыми. Дальше. Занятие четвертое. Иисус Мессия. О! Мессия, то есть, обещанный, предсказанный. Православные вообще этого не знают. Только я грешен, многогрешен. Я как-то свинья лежит в колу. Сейчас, правда, в грязи стали писать. Шибко. То ли воняет сильно, или что. Вот. Непонятно. Вот у меня книги, в каждой книге, у меня ссылок. Вот они. Каждый том. Открытым оком. Это 30 томов. И в каждой ссылке, вот я делаю. Ну, допустим, я вот возьму, ну, даже здесь вот, любую. Это какая у меня? 27-й том. В каждой книге у меня примерно 3 тысячи выдержек из Библии. С указанием мест откуда. 3 тысячи. Теперь умножь на 30. 90 тысяч. 90 тысяч ссылок только в открытым оком. Не считая у меня вот трехтомник Нового Завета. Почему? Потому что мое покаяние, обращение было у сектантов. Я там встретил Библию 27 сентября 1962 года в 17.00. Там было мое покаяние. Там получил я рождение свыше. Крещение Духом Святым. Погружение в эту благодать третьего лица Святого Троицы. Святой Троицы. Дальше. Занятие пятое. Святой Дух. Раздел первый. Вот так. Ну надо знать, кто такой Святой Дух. Православные вообще не имеют понятия. Никакого. Занятие шестое. Святой Дух. Раздел второй. Вот так. Занятие седьмое. Молитва. Молитва. Своими словами. Выразить желание. Вера должна быть евангельская. Это еретики. И заметьте, что они делают. Дальше. Занятие восьмое. Хвала и поклонение. Ну надо нам это. Научиться своими словами. Хвалу воздать Богу. Славу. На третью ступень они возводят молитву сразу. Первое. Просительное. Второе. Благодарственное. Третье. Славословие. Занятие девятое. Бог. Отец. Как не надо? Православную не надо раздать. Дальше. Занятие десятое. Церковь. Десятина. Пост. Церковные обряды. Вот. И десятину знают они. Православные вообще понятия не имеют. И бунтуют против десятины. То вдовы не платят. То не все. Все. И одиннадцатое занятие. Миссия церкви. Миссия церкви. Они не церковь. Но они берут материалы от церкви. Меня заинтересовала именно десятина. Вот. Просчитай вслух. Десятину. Как они понимают? Какова позиция христианского центра новая жизнь относительно десятины? Вопрос. Христианский центр новая жизнь всегда учил отдавать десятину. Или десятую часть личного дохода для поддержания работы Бога. Мы верим, что десятина это признание того, что все, что мы имеем, дано нам Богом. А если нет ее, значит это не признание своими силами. Россия, народ трудолюбивый, мы святая Русь, а десятины не знают. Такая практика сдерживает нашу жадность. Дисциплинирует и позволяет быть экономными. Видишь, сколько жадность сдерживает. Торговлю в церкви не будет. Дисциплинирует. Все это убрали. И смещенники против десятины. Почему? А что там бабка десятину даст-то ему? Какая пенсия-то у ней мизерная. Только для того, чтобы истребить человека. А торговля-то ему тут навар дает. На крестиках продают, когда 2000% прибыль. Я даже ужас пришел. Когда 400% Карл Марс говорит, нет того преступления, на которое не пойдет капитал. Даже под страхом веселится. А при 100% выгоды, он уже оживленный такой капитал. Он знал, что писал. Свидетельствует о нашей вере. Содействует Божьей работе в мире. И восполняет человеческие нужды. И хотя мы не считаем десятину условия спасения, мы верим, что это очень важный библейский принцип. Устанавливающий минимальный размер христианского даяния для людей всех уровней дохода. Всех уровней. Священники, которые получают десятину, с десятиной они должны Богу отдать десятину еще. О десятине переполнено все говорится. А в Новом Завете не указано. А зачем указать, когда оно установлено? Бог не пришел десятину отменять. Он пришел в ветхозаветний уровень поднять до Новозаветнего. Все акции указывали на Христа. А десятину нам тогда не принадлежало евреям. Это Божье. Вы обкрадывайте меня, говорит Господь. Она мне принадлежит. И в Новом Завете не указал Бог, что не брейте бороду. Этого нет. Не женитесь на родных сестрах. Да зачем указать, когда это навсегда установлено? Что касается Плотского, Бог нигде ничего не изменял. Бог ищет поклонников в духе истине. Вот истина она и есть. Десятина принадлежала Богу. Бог приложил ее, ты верни ее назад своей рукой. Как маленьких ребятишек учат. И вот я стал смотреть, как они делают разделы, которые надо, чтобы люди заполнили. Как они заботятся. Ни одной подобной брошюрки за тысячу лет на просторах огромной России не было. И во всем мире православные старобрядцы не знают этого по сегодняшний день. Я вот посмотрел, ну в среднем, если так раскинуть на все, примерно 5 мест Библии. Они задают вопросы, указывают глава, стих. И что интересно, стихтанты здесь главу от стиха как отделяют? Двоеточие. Все, вот посмотри. Все стихтанты отделяют главу от стиха двоеточие. А если, ну несколько стихов, тире. А если стихи друг от друга, пятый и десятый, через запятую. Так симфонии, у православных обязательно глава от стиха запятой. Стих от стиха запятой. По сегодняшний день. Почему? О Библии мне неизвестно. Они не знают, как. Иногда отделяют точкой с запятой. Точка с запятой это разрыв мысли. Во-первых, это неправильно, невежественно. Ну и показывает, видите, как она меня пропитала дымом. Пожар был, поджог. В эту ночь горел у нас тут монастырь знаменский. Две монахини сгорели. И мой дом сгорел. А я прямо около Покровского собора, Никитина 137 жил. Купил квартирку для бабушек, которым негде ночевать было, когда они приезжали в церковь. Вот посмотри хотя бы, вот сейчас покажу где. И на этот домик они покусились неразумно. Ну, я не на улице остался. Вот некоторые места хотел показать. Где? Это церковь, новая жизнь. И что? Библия. И дальше показывает крест. Самое главное. Да и не то, что, как говорится, в подметке мы им не годимся, сектантам. Но они живут лучше. Конечно, лучше. Они не пьянствуют ничего. А почему? Да потому, что они очищены через слово. Они не церковь, повторяю. Вне церкви нет спасения. А здесь церковь, как Феофан Затворник говорит, есть благодать призывающая, благодать обращающая, благодать освящающая. Вот здесь есть благодать призывающая, потому что по Библии. Благодать обращающая, когда люди принимают Христа своим личным спасителем. Не вообще мировым спасителем. А благодать освящающей нет, потому что нет рукоположного священства. У православных наоборот. Все везде. Есть и литургия, и спасение. А первого и второго не знают. И будут ли иметь они третьего, Бог его знает. Почему это не объединить было вместе? Я вот стою на этой позиции, что сектантам надо... ...принять рукоположное священство. Независимо от того, от православных, от католиков. Не важно, там, григориан, армян. Лишь бы признавали Святую Троицу. Это нормально, по слову Божию. А православным засесть вот за такие вот книжечки. Мне говорили, если вы будете патриархом, что бы сделали? Из сектантов поставил бы тысячу учителей в первый же день. Если бы они написали, что православную догматику трогать не будем. Это все от воскресенья, чтобы привести их к 28 главе Евангелия от Матфея. Я вот небольшую вставку на сегодня сделал это. Какие мы негодные показать. И какими мы должны быть чистыми. Словом Божьим заниматься. Дальше. От Матфея 28.11.15 Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали. Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронесло слово себе между иудеями до сего дня. Толкование. Стражи возвестили обо всем именно, что произошло землетрясение. Что камень отвалился сам собою. Что сами они от страха были, как мертвые. Но иудеи не вразумляются и тем, о чем свидетельствовали им войны. Напротив. Еще заражают воинов страстью, то есть серебролюбием. И советуют им сказать то, что всего нечестивее и безумнее. То есть, что Господь украден. Но, безумные вы, как могли украсть ученики, когда они от страха сидели заперти и отнюдь не смели выйти и показаться? Если же бы украли, то как решились бы впоследствии умирать за него, проповедуя, что он воскрес? Как согласились бы страдать за ложь? Все толкование. Мы вчера не считали это? Читали, наверное. Наверное. У меня здесь галочка. Плохо мы повторим это. Надо быть внимательнее смотреть. Всего только брать и читать, и пометить. Это нехорошо. Но мы из этого выжмем. Что? А продали спасение свое, те и другие. Спасение своих детей, внуков и правнуков до сегодняшнего дня. Все на деньгах. Все на деньгах. Ну это ладно, это воины, то другое-то. А мы не продали? Из этого-то надо взять слово Божие живо и действенно-то. Заходит в церковь, квиток, туда-сюда, деньги только шуршат. И очередь вот так вот змеей бьется-то. Мы те же самые воины. Все спрятали Библию. Продали Библию. Интересно, когда Библия первый раз вышла в магазины и сдали ее, то я потом узнавал, а как же народ-то не обратился? Оказывается, сектанты в это время были в России штундисты-то. Ну и они в храм заходя не крестят, их знали там уже и не допускали нигде. Но они-то знакомы с православными, живут на одной земле. Тот приходит православный и хвалится. Я купил Библию. Ну Библию это редко, а Новый Завет, Новые Заветы были. А за сколько купил? Ну сколько там, полтора рубля стоит-то. Я тебе дам два рубля, ты продай мне. А тот посмотрел книжка, как книжка, ничего там нет, картинок нет. Он ее за два рубля продал. Продал свое спасение православное, спасение детей, внуков и правнуков. И по сегодняшний день. Вот это мы говорим, священники, другое. Это мы такие. Мы по милости Божией дарим книги. Как вот сектанты приезжают, Библию привезли. Они тут дарили машинами, грузовыми заезжали, полные. Вагонами везли. А почему? Люди не берут, не покупают. Многое оказалось, на свалки выбросили. Вот мои книги, а кто их будет знать-то? И мы разъезжаем в каждой библиотеке. Вот на сегодняшний день, сегодня у нас 25 сентября 2013 года, среда. Мы распространили примерно в 444 города страны здесь, дальнего, ближнего зарубежья и районных центров. Только за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это мы делаем ради Господа. А где деньги берут? От Бога. У меня минимальнейшая пенсия 5 тысяч там 300-400 рублей. С ольготами репрессированного, политзаключенного 100 рублей там дают. И откуда что идет, я по сегодняшний день не могу сказать. И когда, где разговариваем, так вы же миллионер все. Ну, если так разбирается, то да, миллионер. Еще по тем ценам, когда я издавал, первый год, 2002 год, первая книга вышла, 2001-й-то, у меня ушло тогдашними деньгами примерно 14 миллионов рублей. Это вообще. И я с шапкой не ходил по кругу. А вот внезапно я следственно на остановке. Подходит. Ой, здравствуй, здравствуй, я вас так искала. Ни раньше, ни позже. Нина, откуда ты, долгова Нина? Ну, я вот работаю на пенсии, вот я решила вам деньги дать. А почему ты решила? Не знаю, вот прям молюсь и все время, вам надо дать деньги. А ты знаешь, что мы книги издаем? Книги? Нет, не знаю, но я тебе дам. Понимаете? Даже незнающие люди совершенно подходят и суют деньги. В интернете спрашивают, вы книги издаете? Мы видели. Можно вам деньги переслать? Я говорю, да я уже их издал. Я издательскую деятельность 3 года прекратил назад. 9-й год, даже больше, 4 года. И, ну, на что-то другое вам нужно. То есть люди на 100% верят, что я не съем, не пропью, не проезжу, не проблужу. Ни одной копейки, ни одного цента. Почему? Меня Бог избрал на это. Избрал. И ко мне ни одна копейка не прилипла за всю мою сознательную жизнь. И когда раньше я издавал насчитанные златоулы с жития святых на катушках. Ведь это, если у меня 72 рубля, 72 рубля была зарплата, я сторожем работал. Меня нигде не давали работать, и только при милиции, вне ведомственная охрана. А один магнитофон, маяк 205 стоит 320 рублей-то. Так, ну, ты посчитай, это минимум 4 месяца я должен был работать. А у меня их арестовали около 15 магнитофонов сразу, когда... Да это же деньги. Деньги-то какие. А при том, чтобы один раз запустить, это мне надо было тогда 200 с лишним кассет. Кассеты, это не кассеты, катушки назывались. 375 метров, 6 рублей каждая. Запустить 200. Один экземпляр. Умножка. А я их сразу одновременно снимаю 11 экземпляров по стране. И нигде ни копейки за работу не беру. Это вообще была вещь невероятная. Привозили из Эстонии отовсюду пленки. Только за... Кто привезет пленки чистые, я ему отдаю записанное. На 4 дорожки. Каждая пленка 8 часов 20 минут. Каждая 6... 8 часов 20 минут. Это 375 метров. Со скоростью 4,7 метра в секунду. Вот я много лет этим занимался. Откуда деньги? И помню, хороший у меня следователь был. Курьят Владимир Кузьмич. Молодой помер. И вот он уже закончился. Статья-то на меня и вторая идет. Я торгую, а ничего нету. Я вам по волосинке волосы на бороде выдергаю. Но все равно я найду, в каком сбергасте в банке вы держите. Я говорю, нет у меня нигде нет. Да как нет? Это такие деньги. Где-то, ну на сегодня же это миллионы. Нет у меня денег. Как вы могли издавать? Все знают, это коробками я брал, там кубометрами. Кубометрами гнал. Не знаю, я не могу. Как? У вас деньги и вы не знаете. Понятия не имею. Я работал много печеньком. Работал ужасно много. У меня выработка всегда почти была 280-300 процентов на производстве. Я неукротимый, неудержимый был. И у меня все до копейки уходило. Я платил 90 процентов десятину всегда. Девять десятин. Всю жизнь. А потом пришло время, меня кто-то принесет, покормит. Я 100 процентов много лет уже отдаю. 100 процентов. Я ее даже и в руки не беру. За дом где-то там, где молятся, собирает на уголь, что я их в глаза не вижу. Там Людмила Степановна Алфимова занимается. За электричество платит. У меня вообще ничего нет. И все называют миллионером. Кто знает. Я говорю, под каждую заплату у меня миллион зашитый. Это отвержено Викторией Гюготом. Про Жана Вальжана говорили так. Вот сектанты знают это, побуждают. А мы не знаем, где кончил вчера дальше продлить. От Матфея 28 глава с 16 по 20 стихи. Последние стихи дочитаем. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидевшие его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учая их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь. Толкование блаженного Феофилакта. То явление, о котором говорит Матфей, было после тех, о которых говорит Иоанн. Ибо Господь часто являлся им в продолжении сорока дней. То приходил, то опять уходил. А не всегда и не везде был с ними. Итак, верховные ученики, вместе со всеми прочими последователями Господа, поклонились ему. Впрочем, могло быть и то, что и все сомневались, как действительно говорит о том Лука. Судя по всему этому, ты должен понимать так. Пришедшие в Галилею, ученики поклонились ему. Но эти же поклонившиеся в Галилее, прежде как говорит Лука, сомневались, когда были в Иерусалиме. Крестом своим я победил уже имеющего державу смерти. Подчинение бывает двоякое. Одно невольное, по которому все мы рабы у Бога и поневоле. Не исключая и демонов. Другое подчинение, произвольное. В таком смысле, например, Павел был раб Христов. Прежде, когда все оказывали одно только непроизвольное подчинение, Спаситель имел власть над всем только как бы в половину. Но после Креста, когда богопознание стало доступно для всех, и когда все покорились добровольно, Христу прилично было сказать, «Ныне я получил всякую власть». Прежде я имел власть только отчасти, Когда служили мне только невольно. Поскольку я творец, но ныне, Когда люди служат мне свободно и разумно, Мне дана уже всякая и всецелая власть. Кем же она дана ему? Очевидно, что он сам ее принял, Смирив себя до смерти и распятия. Иначе, если бы он не смирился и не сразился с врагом посредством Креста, То и не спас бы нас. Имя у трех есть одно – Бог. Следовательно, Троица есть един Бог. Сказавшись, что крестить должного имя Троицы, Он преподал нам богословие. А при совокупившись, что должно учить и соблюдать заповеди, Показал нам деятельную добродетель. Знай, что и о кончине века он напомнил для того, Чтобы побудить их еще более презирать опасности. Не бойтесь, говорит, Все мирское, горе ли то, или благополучие, будет иметь конец. Посему ни в горе не отпадайте, потому что оно приходит. Ни благами не обольщайтесь, потому что они кончатся. Впрочем, ни к одним апостолам относится обещание Господа быть с ними, Но и ко всем вообще ученикам Его, То есть ко всем верующим в Него и хранящим Его заповеди. Потому что апостолы имели жить не до кончины века. Итак, Господь обещает свое пребывание до скончания века и нам, И тем, которые будут после нас. Однако не в том смысле, что до скончания века будет, А после скончания не будет. Нет. Тогда-то особенно и будет пребывать с нами, И при том яснейшим образом, Ибо речение до, где не встречается в Писании, Не исключает того, что будет после. «Возблагодарим же Господа, пребывающего с нами здесь, Нам ныне доставляющего всякое благо, И еще совершеннейшим образом желающего пребывать с нами в бесконечные веки. Ему подобает всякое благодарение и слава, и честь во веки веков. Аминь». Далее ваши комментарии. Давай комментарии. Если бы кто-то сказал апостолам, не говорю Христу, Что придет такое время, Когда называющие себя служителями Христовыми, Намертво забудут его слова, И все богословие сведут к ритуалу, К брестанию к адилам, К чудесам от икон, К бесконечным, просто безумным канонизациям, Предвосхищающим суд Божий, И церковь превратят не в кладбище, а в скотомогильник, То могли ли бы поверить в это служители слова? Если сегодня в любой православный храм зашел бы апостол Павел Тарсянин, И, постояв хотя бы 10 минут у порога, Послушал бы какое-то невнятное бормотание из-за иконостаса, Непрерывное движение людей по храму, И увидел бы, чем торгуют, И зачем вся эта торговля в храме? То не спросил ли бы он, Что за вера исповедуется здесь? Признать то, что есть сегодня, За евангельское не смогут даже при всем желании И сами священники И если бы апостол зашел в крестильное помещение, Предварительно побыв среди пришедших креститься, И посмотрел бы, как это совершается, То не спросил ли бы он, Во имя какого Бога это происходит? Но признать творимое в крестильнях, Где любого пришедшего с улицы, Прикоснувшись мокрой ладонью к его голове, Объявляют христианинам, Признать это за евангельское, Кто дерзнет на это? Измыслено совершенно новая религия под именем православие, Святые каноны вселенских соборов и апостольские правила повелевают Тщательно проводить катехизацию, Тщательно проводить катехизацию, оглашать, То есть учить Слову Божию, готовящийся к окрещению, Не менее трех лет. И только после тщательного рассмотрения, Разбора этой личности оглашенного, Епископ должен решать, допускать его до крещения. Чтобы крещение было действительным, Нужно три условия. Если хотя бы одно из них будет нарушено, Крещение будет как несостоявшимся, Хотя бы внешне все было соблюдено. Человек должен уверовать, Принять Христа в свое сердце, Как своего спасителя, И твердо обещать служить Богу доброй совестью. 1 Петра 3.15 Руками законно рукоположенного, И незапрещенного священника, Должен быть трижды полностью погружен в воду, С произнесением соответствующих слов. И все это должно быть совершено бесплатно. Все три условия сегодня полностью «узаконенно» нарушаются. Идет купля-продажа извращенного таинства. Ясно, что Бог, бодрствующий над Словом Своим, Без наказания не оставит всех участников этого беззакония. Иеремия 1.12 Господь сказал мне, Ты верно видишь, Ибо я бодрствую над Словом Моим, Чтоб оно скоро исполнилось. Книга пророка Наума 1.3 Господь долготерпелив и велик могуществом, И не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, Облако пыль от ног Его. Захария 11.17 Горе негодному пастуху, Оставляющему стадо, Меч на руку Его, На правый глаз Его, Рука Его совершенно иссохнет, И правый глаз Его совершенно потускнет. Все. Все. Вот что Слово Божие скрыли, И люди не знают воскресшего Христа, Только Христос воскрес, И яички, куличи, Какое отношение это имеет к Богу? Притом я спрашиваю, Куличи такие делают, Что означает это гроб Господень? Да что мы гроб едим, Творожное делают? Вот основа верующения, Это сектантская церковь, Новая жизнь. Вот я здесь открыл О Слове Божьем. Какие это названия? В назначении Библии. 8 мест, Нужно показать. В назначении Библии. Как пользуются Библии? Посмотри, сколько мест Писания. Как они любят Слово Божие. Дальше. Это все о Библии говорится. Краткое описание Библии. Во всей литературе за 2000 лет Православные этим не занимались И не занимаются по сегодняшний день. Даже все время закон Божий, Закон Божий изучают дети. А что там в законе Божьем? Дальше о Христе. Я вот открыл небольшое. Христос Мессия, Иисус Мессия. Посмотри, сколько мест Писания. С одной стороны и с другой стороны. Я посчитал 60 мест. Иисус Мессия. Вот оно где заканчивается. Дальше. Святой Дух. Я обратно посчитаю, сколько мест Писания. И должен ответить. И все думает, как более достижимо для человека было. Приемлемо где-то. Но ясное дело, что ничего этого нет. Как они не будут знать-то? У них называют мест Писания. У каждого Библия. Ни одного нет сектанта, чтобы у него не было Библии. Вот приходят, допустим, священники в колонию. И вот они считают, учат молитву. Ну, надо покаяться. И вот они перечисляют убиенных. А один убил 20 человек, другой 30. И он их записал все. Теперь все равно уже власти узнали. Он не таится. И все это перечисляют. Я говорю, а что дали? Он даже показывает фильм «Зона». Ну, вот «Житие Матроны святой» там положил священник. А сектанты каждому дарят Библию. И там показывает один, который Библию, там, наркотики прятал в нее. Но Библию-то ему не православные подарили. Нет, это сектанты. Поэтому говорить о том, что у нас все хорошо, никак нельзя. Патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока и сказал, состояние церкви – духовные развалины. Но он не сказал, что они ее сделали, духовные развалины. Что главная вина – его. И что дальше они продолжают выжигать. Сектанты все захватили. Но оно брошенное было, как корона царя валялась в октябре. Никто ее не снимал. Во-первых, отрекся. Дальше переходной момент. Дальше ничего нет. Ну и кончилось тем, что… Вот он и промедление. Смерти подобно Ленин говорил. Я на политической основе хочу показать. Так вот, если сегодня, то завтра будет поздно. Потому что старое учредительное собрание закончилось, а новое не избрали. Без власти было. Одна ночь только была. И он ее высчитал эту ночь, Ульянов, дворянин. И всем дворянам голову посек. Ударил в этот колокол. Я как-то смотрел картину одну. Я говорил про немецкого курфюрса. Князья. Вот умер тот, а он наследник первый. Первый там указан, второй, третий. А он монахом был там здоровый, крепкий такой. Но не хотели его другие-то. Но никто не знал его характер. Он смирялся, молился, монах был. Но внутри он был прежний. Прежний тот, который должен наследовать-то. И он созвал всех. Но они решили, как соберут, вот как РЭМ у Гитлера собрали. В одну ночь. Все. Бриллиантовую ночь им устроил-то. На длинных ножей-то. И эти тоже. Они решили сделать переворот завтра. Но на утро он их вызвал все в подвалы. Фигура такая стоит рядом с Инбернар. Громадный там. Килограмм на 80, наверное. Телок-то. И главных зачинщиков он ночью всех обезглавил. И с голов устроил, как колокол. Он сказал, я ударю в колокол, и все подчинитесь. Они засмеялись. Кто? А теперь они со страхом все эти заходят. Все до одного подчинились. Ударит Господь в этот колокол. Да и мы увидим, мы не на развалинах. Там ничего нету. Выдуло все. Господь идет, пыль от ног его поднимается. Уж Россию ли Бог не бил? Ничего не знает. И по сегодняшний день, что я говорю, священники никак не согласны. Игрушки устроили. Кадилам машет. А внизу там у него такие шишечки. Он туда в пространство кладут шарики. Они гремят, как кандалами. Они все пристраивают к игре. Малые дети. Народ ничего не знает. Крутятся. Когда кодят иконы. Крутятся. Куда крутишься? Иконы кодят-то. Не тебя. Покодили одну икону. Зачем еще раз? Четыре раза вокруг крутятся. Это наша вера. Вернуться к истоку. Что мы проходим, блаженную Феофилару. Аминь. Потихоньку. Пройти. Спаси Христос. Слава Иисусу. Аллилуйя. Господи. Иисусе Христе. Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Пошел мирить. Маленького шарика. Ну-ка. Давай. Давай. Посмотри. Вот он какой. Вот он какой хороший. Нельзя трогать его. Он хороший. Смотри какой. Ну. Вот он сидит и не боится. А вон мамка-то как насторожилась за сына своего. Вот оно как. Маленький отчистки унгелианов. Вот мы сейчас последнее известие послушаем. Ой. А вот он даже не убегает никуда. Смотри. Смотри. Вот он где. Ну нет рыжей. Рыжая бы забунтовала. Вот. Рыжая бы тут устроила третью мировую. Все. Как последнее известие дадут. Вчера Нина Жомерова и достила нас. И в Барнауле мы здесь живем. Вот она что прислала нам. Виноград. Это свой виноград. В Сибири. Алтайский край. Ну это виноград такой как винный. А другой вот. Ну и полную коробку прислала. Ему уже ночь вчера. По всей деревне разнесли. Маленько оставили себе. Видите. Как хорошо жить с Богом. Так. Минуточку. Сейчас. Сейчас. Вот этот щенок. Твои ребятишки прикормили с разъезда. Там с сада. Ну на него было обвинение, что он куриц гоняет. Я доказал. Никого не гоняет. Постепенно прикормили его. Он дался в руки. Надели на него ошейник. И что интересно. Никол уезжает. А любом Минаев остается. Он лает. Привязан. Не пускать. Но. А на второй день приходит третий. Он уже нанивает. Он ее знает, что она уже теперь ухаживает. Его кормят. Ну что. Встал. А? Ну а кто-то поласкать себе. Вот такой. Давай-ка уберем ситочку у тебя. Вот так. Псы бредящие лежа, немогущие лают. Это священники. Священникам это говорится. Собака должна охранять. Священник должен охранять церковь. Вот эти вот церковь называют. Она не церковь. Новая жизнь. Но действительно, она не новую жизнь дает. Вот. Сейчас. На начале. Первое известие сейчас мы услышим. Время, три часа. Радио России. Всему свое время. Информационная программа «Вести». В студии Мария Фролова. Здравствуйте. Главные новости к этому часу. Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что получится согласовать резолюцию по Сирии, которая не будет выходить за рамки достигнутой в Женеве договоренности. Об этом он сказал журналистам. По итогам своих переговоров и секретарем США Джоном Кэрри. Отвечая на уточняющий вопрос о том, подверженном ли США настаивать на принятие резолюции по главе седьмой устава ООН, то есть предусматривающейся Лавров постарел, но обопил всех авторов, которые согласованы в Женеве. Отвечая на вопрос о том, когда же проект резолюции может быть согласован, министр сказал...